Они переворачивают флаг вверх дном И хочется рвнуться в те былые комфортные условия Удивительно, как меняется жизнь, порой нырять в каналы Кстати, собаки здесь очень воспитанные Потому что не знаю, буду ли я здесь следующим ветом Все, дождалась я жарички и лето Гады на Нидерландах Фу, блин, летают все эти лизу твари Да, жирковато, бусновато, надо встретить Люди даже ныряют вот в эти вот каналы Не знаю, насколько они чистые Так по виду они не очень Но все-таки здесь столько лодок проезжает Ну, наверное, куда деваться? Все средства хороши 30-градскую жаришку Ну, благо жара здесь не приходит надолго На 2-3 дня, и потом температура падает Но не скажу, что приятно прям в жару ходить Чувствуется по-другому, нежели в Греции Влажность, наверное Идем мы в магазинчик за бассейном Хоть поставить вон терась Маленьким, детским Кстати, идем-идем и чувствуется запах Вот этот вот запах фермы Запах коровника Ну, вроде как это такая существенная проблема В Нидерландах Они сейчас пытаются с этим бороться Потому что они разводили очень много коров На маленьких участках И немножко экологичность у них нарушилась Экология, короче, пострадала Сейчас они пытаются это исправить Но я понимаю, о чем это Ну, то, что коровы действительно выделяют очень много СО2 Не напрямую Ну, напрямую тоже там, соответственно Путем выпускания метана, так скажем Но также через мочу Что интересно У них очень много аммиака в моче Пардон за подробности И Эта моча, когда впитывается в почву Образует опасное такое вещество аммиак Ну, и загрязняет почву Вот, но пахнет именно вот коровником Вот просто в городе идешь в Гаге Мы даже не за городом Мы почти, ну, у границы У границы, центр, что ли И пахнет коровником Вот теперь я понимаю, о чем это они Что они имеют в виду Что действительно воздух загрызен здесь Именно Таким избыточным фермерством Какой полисадник красивый Вот, и они пытаются решить эту проблему Путем сокращения голов Почти на 30% Если я правильно помню Я об этом читала информацию Фермеры от этого очень страдают Фермеры делают, устраивают забастовки Они переворачивают флаг голландский Вверх дном То есть Это их способ забастовки Ну и действительно Они очень страдают Хотя фермерство держит экономику Нидерландов Ну и составляет В экономике Нидерландов всего 1% Это нам сами местные сказали Действительно чувствуется Вот пахнет коровами Идешь Иногда как подует Какой-то ветер С какой-то стороны И такой запашок Прямо Интересно Ах, не знаю Насколько хорошей идеей Потом нам сейчас пойти В магазин За бассейном Надеюсь, дойдем Осталось немного Но жирковато Дует ветерок Уже далеко не северный Такой прям горячий ветерок Так, миссия Выполнена Вот так вот Затарились Из-за этой жаришки Ну да К морюшку здесь не поедешь Поедешь, конечно Но Не офис Вроде, конечно Инфраструктура радует Можно дойти куда угодно С коляской Это прям была моя мечта Такой у меня Незакрытый гельштадт С первым ребенком С которым я не могла Ходить в Греции Ну так долго До магазина спокойно Ну по крайней мере В тех районах Где мы жили Это было Слегка не очень удобно Здесь, конечно Кайф В этом плане Особенно людям С ограниченными Возможностями Страна, конечно Представляет Вообще Благоприятную среду Обитание И общественный транспорт И вся вот Эта вот Урбанистическая среда Так скажем Все сделано Вот В том числе Для комфортного Передвижения Людям С ограниченными Возможностями Не знаю Видно там ныряют Мальчишки Прямо с моста Ничего себе Оу Даже на сабах катаются Ничего себе Меня больше смущает Что водичка Она не очень чистая Мы слышали Что Здесь самые Загрязненные реки Именно из-за того Что Промышленность такая Развитая По крайней мере Когда все это Развивалось Все это успело Поднагадить И То что Сюда все реки Спадают С Германии Со Швейцарии Наверное И вот это у них Такой Пункт Концентрации Так скажем Ну это факт В Нидерландах Самые грязные реки В Европе Конечно Удивительно Как меняется Жизнь порой Когда ты гуляешь По самой чистой реке В Греции Викос Это в северной Греции Загорье И оказываешься Там где Немножко все Не так Ну в общем Проблема Они конечно же Эту решают Хотят очистить Свои реки Не знаю В течение Пяти лет Поэтому Я бы не рискнула Нурять Каналы Люди радуются Они радуются Жизнему Им хорошо Весело Если уж Жара Естественно Все средства Хорошие Просто я вспоминаю Себя Как мы не хотели Лезть в какие-то там Скажем так Лужи Какие-то Не очень хорошие Пляжи Бетцы А тут Нырять в каналы Нет Нет Может покататься По ним На сабах Это прикольное Выключение Но Хотят Так как Здесь Очень строгий Регламент Следят Очень строго За качеством Там Наверное Воды В том числе Наверное Может есть Открытые данные Что Именно здесь Почище Можете Купаться Хотя я Не знаю Собачки Наверное Классно Хе-хе-хе-хе-хе-хе-ля-хе-хе флора где-то там ходит и так на каждом шагу в этом вся прелесть нидерланды такой зелень из прекрасных парков есть конечно назвалом это радует так вот такую локацию нашла с прекрасным светом закатным ну как закатный 8 часов вечера закат нас 10 а то и в 10 20 такие вот северные широты сразу прям так низко что это северные широты жаришка в северных широтах что хочу сказать наверное сейчас такой период у меня лично как и бывает период эмиграции это было даже лет нас назад в греции когда ты допустим к всему придираешься и хочешь вернуться в те былые комфортные условия которые которым ты привык то есть скучаешь по каким-то моментам вроде как тебе было хорошо а сейчас привыкать достаточно сложно не хочется лень вот это вот все такое есть конечно свет может заканчивается но также что еще хочу сказать мне кажется это еще зависит от того у кого какие кто для чего ради чего переезжал то есть допустим мы ну просто хотели попробовать чего-то новенького засиделись мы в греции особенно в период пандемии когда никуда нельзя было ничего нельзя было это тоже сыграло свою роль в принятии такого быстрого решения хотя не сказать что она у нас быстро я бы мы хотели давно попробовать что-то другое оставаться нам греции все-таки или нет солнце от меня уходит я пытаюсь кое-где найти мне нормальный свет и что хочу еще добавить конечно же повлиял и финансовый аспект условия работы нас не устраивали но то есть в нашем случае хочу сказать что он не в поисках там какой-то хорошей жизни мы уезжали а просто вот попробовать что-то другое пожить в другой европейской стране я знаю что люди которые переезжают в европу они потом хотят пожить даже там в америке это развивает в любом случае и это дало кстати очень даже хороший пинок даже нам во многих аспектах как мне сложно найти место безлюдное чтобы никто мимо не проходил весь гуляют собаками сейчас вечером каждая собачка подойдет понюхать кстати собаки здесь очень воспитанные ну я не спорю что они вообще должны быть воспитаны везде но да здесь и чище то есть все строго убирают после собак ну хотя встречаются конечно некоторые но редко но здесь еще нет бездомных собак естественные кошки и не бездомные хотя говорят кошки есть я к тому что в греции проблема с бездомными собаками то есть ее надо решать гуманным путем естественно я конечно не знаю как здесь решили эту проблему но там действительно ходишь по каким-то таким безлюдным местам по холмам и прибегают какие-то собаки и бывают кстати печальные случаи когда они там устали детишек должна простых ну то есть на общество в общественных местах скажем поэтому эта проблема меня прям бесила в греции я за то чтобы они содержались в приютах чтобы налоги тратить ну кое-что из налогов тратилась на содержание собак что правильную физную стерилизовать и так далее в этом плане здесь мне гулять даже спокойнее потому что в нашем районе греции где мы жили кто-то завел себе собак возле дома наверное просто тупо чтобы они охраняли его его дом они просто дворовые на улице сидят прямо на дороге и ты проходишь мимо они начинают злаять начинает так и бежать на тебя хотя как бы это общественная территория пространство приходится обходить эту территорию мне кажется это не очень честно чем мы там поселили будки поставили будки облагородили их место прямо на улице вдоль дороги вот такой вот у меня тоже культурный шок в плане вот бездомных животных и то же время я понимаю что невозможно иметь все и сразу а так хотелось бы допустим меня еще один аспект который раздражал в греции это вот избыточный шовинизм даже избыточная религиозность них если случается какая-то авария на дорогах мы видим что все это время что мы там прожили ничего не меняется то есть дороги не улучшаются никак то есть не проводят там консилиумы почему вот здесь вот на этом перекрестке вот столько людей убилось нет там к сожалению существует вот это вот он ну так высшие силы захотели так бог захотел это ужасно бесит это не двигает страну это не развитие это очень тормозит развитие наоборот здесь нидерландах есть целая организация которая следит за велодорожками чтобы эти велодорожки были там не дай бог какие-то где-то там ямки образовались какая-то там в общем неровность и поверхность в общем за этим строго следят я понимаю конечно это существует отдельный бюджет поэтому здесь такие тоже бешеные налоги что здесь немного даже честно делюсь вот такими вот моментами другой стороны греции я понимаю этих людей я их знаю я знаю все их их поведение я их знаю наизусть и а здесь снова привыкать к людям немножко сложно то есть заново с этим приходится мириться то есть ты не понимаешь их ход мыслями все-таки как ни крути если вы живете долго в одной стране вы знаете вы понимаете вы понимаете вы понимаете как себя нужно здесь вот здесь вот немножко так вот пока не понятно так я в поиске локации что-то снимать рассказать безлюдно локации как обычно посмотрим что и найду пойду вдоль канала можешь куда куда-то и дойду жаришка немножко спала нет плескающихся людей в каналах потому что ну было так достаточно забито я кстати так и не села на велосипед не особо я уверенный водитель велосипеда а нет я смотрю вон молодежь я говорила что людей нет они вон там и прыгают поближе подойду сейчас короче да что касается великов как-то мне не зашло может я не попробовала толком это кстати мусорки купаются люди это я еще покорячилась то что людей нет в тенечке так прохладненько отдувает уже такой июнь конечно жарковатый был ничего себе просто погода выровнялась прям с грецией давно не было осадков небо синее синяя да по нему конечно все скучали но это немножко странно для нидерландов них он травка высыхает который у них вечно зеленая круглый год как я говорил нидерландам нужны дожди это балансирует в принципе их земли так скажем страну держит в балансе ну пока чуть ничего не предвидится возможно даже целый месяц не будет дождей то есть уже прошло три недели а еще осталось то есть то есть а еще даже не прогнозируют дожди очень интересно такое вот изменение климата или что не знаю как здесь было раньше но вроде как люди говорят что теперь им нужны кондиционеры в домах раньше они им не нужны были больше стало жарче в ней в летнее время такой вот уже пригород начинается после этого канала пригород гаги на каналах тоже движение лодочки катера яхточки чего только не ходит по каналам здесь целые дома на воде здесь ходят ой какая собака какая прелесть такая огромная ребята купаются вместе с уточками что я хочу сказать кстати насчет воды который я уже рассказывала немного в этом видео в принципе воду в нидерландах питьевую бояться не стоит которая течет из-под крана она кстати здесь очень чистая здесь там самая суперская система очистки там сбалансированное количество минералов и так далее то есть не подумайте ничего плохого про воду в нидерландах из того что здесь реки загрязненные но сама вода из-под крана который там добывается из других источников она чистая и пить можно всем туристам рекомендуют даже не нужно использовать фильтры а в греции мы кстати проживали когда мы использовали фильтр я не знаю может так работает сильно маркетинг фильтров воды в греции но на самом деле не во всех регионах в греции чистая вода именно питьевая вода потому что бывает так что где-то там на островах в каких-то местах она слишком сильно минерализирована или она какая-то соленая туда попадает там морская вода наверное на каких-то островах и приходится покупать конечно в греции больше бутылочной воды там сайте очень вкусная вода бутылочная загоре и викус это наша любимая самая чистейшая вкуснейшая вода кстати загоре и викус это вот те самые места где находится самая чистая река в европе кстати еще такой нюанс столько разрывов шаблонов у нас случилось после переезда сюда то есть а в том числе мы грубо говоря думали слишком хорошо стране я не хочу еще сказать что-то там плохое какие-то там такие минусы страны но нет потому что ну просто какие-то нюансы которые скажем мифы мифы нидерландов которые мы почему-то верили это вот кстати касается экологичности в принципе экологии почему-то я так думала что здесь допустим ну так как изначально все вот эти теслы все электрокары здесь появились самые первые ну и мы думали здесь так просто с этим много то есть воздух чистый из-за этого да все на великах передвигаются нет такого большого количества машин но как оказалось не все так однозначно я немного боюсь сказать что то не то чтобы люди не подумали что это что такое конечно же нет здесь очень строгий регламент относительно экологии загрязнений и так далее сейчас я так понимаю им приходится больше над этим работать потому что ну так получилось что вот уже загрязнилась но именно я про реки говорю да почему и самые грязные реки ну и также здесь самый большой порт европы который кормит практически всю европу ну так же без такого импакта без последствий но повторяюсь они конечно за этим стараются следить просто я смотрю это приложение где и я смотрю какая будет погода там есть коэффициент чистоты воздуха и он всегда здесь 67 что кстати не очень ниже пяти уже нормально более-менее 23 так вообще отлично 67 бывает даже восемь то есть неприемлемый воздух как и допустим по всем нидерландам забыла какое вещество n2o м2 я не так хорошо разбираюсь но как я прочитала что это очень сильно зависит от трафика от большого количества машин и кстати да здесь столько машин я уже об этом говорила такой трафик вот наш этот шаблон он развеялся то что здесь все навели как будет три раза меньше машин транспорт такой развиты классные трамваи и так далее можно куда угодно сезон добраться на поездах но показался нифига подобного у каждого тоже члена семьи по две-три машины видать иначе я могу объяснить эти пробки бесконечные и страна не такая большая такая компактная хорошо обустроены конечно шикарными дорогами но порой так все забито так все забито это вот один шаблон еще один шаблон то что здесь как бы не будут шуметь эти вот мотоциклы как их назвать без без этой трубы они ездят и шумят в греции их много кто в греции в афинах проживал очень любят приезжать без выхлопной трубы и шуметь на всю дорогу здесь тоже самое я думала здесь как-то будет построже там все-таки штрафы все работает шумовое загрязнение тогда там люди будут жаловаться сейчас окна открыты и вот эти мотоциклы и мопеды проезжают со всей дури нажимая на газ без выхлопной трубы это шумит разрывает перепонку в общем не знаю вот так вот так кстати по поводу транспорта меня еще немножко смущает это конечно здорово что все доступно каждый человек может добраться куда угодно на поезде на трамвае по всей страны стране разъезжать но мне кажется это немножко то есть те же самые не очень не хорошие люди могут добраться до твоего района который там лучше чем другой но здесь тоже есть такой разброс по социальным группам хотя умение заметен нежели наверное в греции или других южных странах но он есть и как бы я помню в греции мы просто выбирали район чтобы ну в греции конечно я понимаю что беда с беда с общественным транспортом но везде нужен нужен автомобиль чтобы куда-то добраться нужна машина и получается что ну никто до твоего района не доберется вот эти вот района там греции в афинах допустим они расположены так что туда автобус то приезжает раз в три часа то и вообще раз в сутки как бы казалось бы что безопаснее так то здесь можно добраться ну куда угодно с любого района с любой точки до до вашего дома на велосипеде на траме на автобусе на чем угодно это круто не то что я жалуюсь но мне кажется есть нюанс так не знаю куда мне пойти дальше пойду наверное под этот мост прогуляюсь там вот такое дерево интересно первый раз вижу здесь хвойное с шишечками правдоль канала кайфово гулять ходить в такую погоду правда ближе к вечеру конечно часиков 7 какое-то безумное количество собак конечно люди содержат не знаю какую же платят они налог не узнавала не знаю но в на сайте где он там заполняется налоговый декларация все такое подобное указан налог на собак наверное зависит от размера собачки еще что я заметила в плане общения с людьми именно с местами голландских даже не экспатами не такой мне там большой опыт общения с местными людьми детские площадки там общие террасы вот у нас в доме но я заметила вот у них конечно личные границы здесь прям держится очень хорошо то есть имею ввиду что разговорить их не так-то просто но они не будут лезть с лишними с лишними вопросами хотя вроде бы ты их и ждешь и не знаю может я после греции привыкла так общаться меня греки разговорили я в принципе была не особо любимая не особо общительная то здесь конечно ну как я заметила сложнее разговориться но особенно конечно если ты иностранец вроде греки как обязательно спросят откуда ты и кто ты и сколько ты здесь живешь и так далее здесь вот да это конечно не то что там они какие-то холодные другие ну они конечно какие-то другие но именно соблюдение личных границ именно вот это качество я больше наверное подчеркну и просто может мне это не то что странно я это ожидала хотя да странно потому что после 15 лет греции я говорю я пытаюсь человеку подойти что-то не то что что-то спросить как-то завязать разговоры мне так коротко и конечное что-то ответить и как бы все дальше уже развивать тему это кстати может показаться совершенно нормальным для людей с северных стран снг понятно что чем южнее люди они более заговорчивее как-то и дама собачкой каждые две минуты я встречаю человека с собачкой очень красивые сады всегда чем-то заполнены сады там разные разные растительностью обязательно цветочками а как было красиво весной сколько разных цветущих деревьев и конечно же тюльпановых полей тогда я еще не снимала свои блоги но тюльпановые поля это конечно нечто правда страна цветов здесь воды очень много безумное количество роз в садах каких-то других растений и очень красиво они за ними ухаживают там за цветочками такие прям видно что садоводы местные люди если я показывал даже на нашей террасе общей что-то там сажают огурцы клубничку пойду прогуляюсь по таким вот узким улочкам не по центральной может что-то красивое однайду ухты у меня сегодня прогулочка с овою классную площадку я нашла очень кайфово все площадочки без каких-то броских ярких цветов настолько соблюдаются материалы именно именно материалы и натуральное дерево господи как называется не хочу говорить железо металл вот металлические горки очень так все смотрится красиво внутри природы ничего не мешает в общем как будто это вот само так создалось песочка навалом песочница здесь на каждом шагу потому что везде под нами песок наверное не могу нарадоваться тоже погоде потому что ну жара мне не понравилось жара мне нравится в греции потому что ты можешь поехать к морю к чистому красивому в меру солененькому морю здесь конечно мне оккупаться в этих каналах нет вообще не соглазняют мне эти каналы нырять в эти пруды и реки и северное холодное море тоже как-то не очень вот но мы еще кстати конечно же съездим посмотрим каково это поэтому здесь конечно идеально это вот такая погода градусов двадцать пять двадцать шесть вот потому что еще кстати в домах жарковат вот эти дома они кстати старенькие наверное если это частные домики какие у них потрясающие двери одинаковые все таки то есть им вроде как запрещено так вот просто пенсионер повесить его надо как-то как-то правильно поставить чтобы его не было видно чтобы фасад не портился потому что сами посмотрите как красиво смотрится фасад когда он ничем не загажен все такое лаконичное не скажу что строгое такое умеренное все-таки голландцы это люди визуалы я так понимаю если посмотреть страну вот так вот смотреть на их архитектуру современную она конечно потрясающе это линии от этого то геометрия это вообще что-то невероятное так вот с жаришкой здесь тяжеловато переносить все вот в стареньких домах у которых энергоэффективность не а не альфа то есть не самая высокая тоже люди мучаются покупают такие кондиционеры которые не вешаются такие вот передвижные что ли но они такие неудобные у нас такой греции был они так шумят ну как бы выход здесь не так много жарки в ней я надеюсь вот поэтому нет жаришка здесь конечно не нужно и травка вон у них высыхает я думаю если мы смотрели нидерландские новости то могу услышали много жалоб на погоду но в плане того что очень сухо нет осадков конечно же все любят солнышко серотонина у всех по прибавилось было очень затяжная весна из на который раз я повторяю уже своих видео очень затяжная весна была вот это вот сад вот прям здесь вот где-то непонятно где полон такой потрясающей красоты то есть вообще впечатление о голландии о нидерландах в эту погоду совершенно другое мы когда из первых впервые побывали это амстердам роттердам это давно лет пять назад это был вообще январь конечно было тускловато но все равно конечно интересно то есть амстердам впечатления подарит в любом случае а вот другие города да здесь конечно нужно нужна хорошая погода наслаждаться теплом этой вот бесконечной зеленью какой-то потрясающей растительностью потому что здесь как я уже говорила очень богатая флора и фауна все эти по вылупляшись а птенчики гуси уточки там еще птенчики их так много по всем паркам бегают так интересно как необычно для меня мало еще немножко красоты мы снимаю чей-то дом и заканчиваю с сегодняшним волом мне кстати даже тенды впечатляют они здесь тоже есть вот эти которые оранжевые вешаются на на балкончике чтобы солнышко светило я думал это есть только в греции ну или в жарких странах а тут надо же и по поводу того чтобы погода сейчас прекрасно можно гулять догулять потому что до этого была зачинная весна еще раз повторяю и выходить вообще не хотелось был такой сильный ветер это северный ветер вообще ничего не нос высовывать из дома не хотелось несмотря на то что градусов 10 это не минус там 30 минус 20 но так себе была погода конечно сейчас надо нагуляться вдоволь потому что не знаю буду ли я здесь следующим ответом не знаю где будет здесь или в греции потому что все таки есть планы жить на две стороны и по крайней мере иметь базу в греции так это точно потому что здесь иметь свою базу немножко дороговато ну и наверное уже не нужно потому что не то чтобы в греции меня привлекает там культура традиции я так далека всего это не так фиолетово на вот с глубоким то есть со всем уважением у меня фиолетово на все эти традиции религию и так далее вот это меня немножко напрягает но другие вещи соблазни от греции конечно вкусная еда морепродукты погода в большинстве своем то есть больше времени в году конечно ты можешь ходить на улице я не люблю жару ненавижу жару она так изматывается или такой вариант что возможно у нас были просто не очень хорошие квартиры с плохим кондиционированием это кстати тоже очень важно для обоживания в жаркой стране иначе как живут люди круглый год в жаре в эмиратах кстати я начала свое видео о том что пахнет коровами коровником и заканчивая свое видео тем что пахнет коровником до сих пор то есть опять в этот день так принесло этот запах всегда спасибо спасибо сохраняйте и соль и конечно пищевый такой прикол висит в нормале не знаю по поводу шума конечно это наверное не наверное большие города здесь также безумное количество ухоженных красивых маленьких городков поселений и наверное и по спокойненько вот так кайф наверно каяк кататься в одиночку по каналам там я столько вижу вдалеке то есть да движение какое вот уже совсем там не так далеко центр гаде вот такая небольшая атмосфера умерзмарения рыбалки такого предзаказного блеска получение вот эти ершки такие знакомые в греции кстати навалом такое интересное растение я слышала тут нырнул собака нырнула в общем друзья спасибо что были со мной посмотрели это видео до конца увидимся с вами в следующих видео надеюсь такой формат вам понравился чем говорящая просто сидящая голова такой формат в стиле влогов прогулок поэтому спасибо за ваше внимание спасибо чтобы